простите за опоздание спустя два месяца до меня дошел донат на шорт перис яблонный сад трек про который меня уже и спросили миллиард раз но судя по всему я вот так и не послушал шорт перис и ход хор ветеранов имени козлова давайте красиво я не был не предел края кто видел и чья теперь ты чья вот печаль моя здесь я не был где предел края кто видел и чья теперь ты чья спит большая страна вечным кажется вечер над забором кремля я не80 понимая свет а это а а и и а и и и Какая интересная вокальная манера, она, как по сути, они за счет этой манеры решают вопрос языка, потому что при желании, если чуть-чуть расфокусировать слух, ты вообще можешь забыть, что это русский язык. При этом какая же кайфовая вокальная манера, какое классное непривычное настроение, насколько это незаезженно звучит. Самое классное, что есть в эпоху музыкального изобилия, у нас сейчас кризис при производстве. Выходит больше треков, чем люди физически способны послушать. Десятки тысяч треков каждую неделю, я не шучу. По разным оцентам 60-80 тысяч треков в неделю выходят в мире. И это больше, чем дохуя. И понятно, что идет абсолютное засилие однотипных треков, повторяющих друг друга, которые звучат как один трек. Если они начинают звучать параллельно, они просто ходят в противопазу и звучит абсолютная тишина, потому что они идентичны. И на фоне всего вот этого, такие коллективы, как ShortParis, а я про них вам рассказывал, когда они еще были вообще, вот не было их на карте, потому что они записывались на одной из питерских студий, студия Oxygen называется. И я там в аудиозаписях группы увидел, какие прикольные ноунеймы, я на каком-то из стримах их включал. Потом они вдруг стрельнули невероятно, и чему я очень рад. Но я эту группу знаю вот с тех бородатых питерских времен, когда они еще выступали там в подвальных магазинчиках и строили перформансы на этом. А сейчас они очень интересны именно с музыкальной точки зрения звучат. Мне очень нравится, как это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Звучок такой прям, да. Звучок такой прям, да. Вот эта фишка с фальцетом, то что вот так поет, она ну прям настолько раскрашивает, плюс в сочетании с гармониями, довольно архаичными. И в целом оно отсылает тебя в первую половину 20 века по настроению. Это прям очень выделяет коллектив, конечно, на фоне всего, что сейчас происходит. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну типа с камеры Ну типа с камерой Ну это там У меня всегда так, с группой ShortParis Они всегда оставляют у меня Но очень противоречивые чувства Мне кажется, они этого добиваются Мне кажется, что это чуть ли не на уровне ТЗ стоит Мы должны вызвать сложные чувства у зрителя. Они неоднозначные очень. Их за это любят, и за это же их сторонятся многие, потому что что-то как-то... Ну его нахер. Это в группе не изменится. Это чуть ли не креугольный камень всего вообще в целом. Поэтому тут я бы не рассчитывал, что они как-то резко поменяются. Но отрицать то, что это цепляет, это запоминается, это создает почву для обсуждения, вот с этим спорить не получается. Тут хотя бы есть предмет разговора. В отличие от, опять же, засилия абсолютно однотипных артистов, Шат Перрис всегда делает что-то, что можно обсуждать. И про что интересно разговаривать. То есть здесь, конечно, очень мощный визуальный образ. То есть вот эти вот яблоки в снегу, вот эти вот ветераны расходящиеся. Особенно учитывая дату выхода и контекст, в котором это все появилось. Насколько же классно контролирует свой голос вокалист. Прям супер. И насколько вот это архаичное сопровождение музыкальное писывается, подчеркивает, и при этом дает тебе какой-то новый опыт на фоне всего остального радара новинок текущего. В этой архаичности есть большое очарование. Они мне иногда кажутся такими антагонистами группы... Афинаш, точно, спасибо. Вот Афинаш и Шарт Перрис это какие-то вот очень родственные, при этом антонимичные коллективы. С очень похожим набором приемов, но какие-то очень разные по своей природе. И вот мне интересно было бы вот лоб в лоб вот так их послушать. Но работа интересная. То есть она, понимаете, по ней вот так не составить назначенное мнение. Я вот сейчас сижу и у меня есть ощущение, что что-то я мало как-то сказал. А за другой, а я не могу как-то вот цельное что-то сказать, потому что у меня еще в голове не уложилось. Это вот работа, которую хочешь раз пять пересмотреть перед тем, как ты сформируешь какое-то мнение внутри себя. Потому что, ну как-то оно неоднозначно. Как-то оно вот... Я не знаю, как я к этому отношусь пока. И да, вот у них с Афинаш, они с одной стороны такие похожие, а из Руси на такие разные. Я вот хочу их рядом как-то послушать. Субтитры создавал DimaTorzok